Добрый день! В прямом эфире Тутбай вы смотрите новый проект «Женское здоровье», а также в этой студии вас приветствует Катя Пытлева, ведущая данного проекта и главный наш эксперт, опытный врач-гинеколог Наталья Мороз. На все вопросы касаемо послеродового восстановления мы постараемся ответить сегодня. Конечно, времени немного, вопросов от вас пришло более чем достаточно. Надеемся, в течение эфира еще успеем на какие-то из них ответить. Если у вас появятся какие-то вопросы, присылайте их eosobakatutby.com. Ну а начнем мы, естественно, с восстановления после естественных родов и после кесарево сечения. Так как времени, я уже сказала, мало, сразу приступим к делу. Итак, Наталья, если говорить о восстановлении послеродов физиологичном, нормальном, без осложнений, то сколько занимает этот процесс? Некоторые говорят год, некоторые говорят пару месяцев, а как же на самом деле? Добрый день, я рада вас всех приветствовать. Я сначала расскажу вам о нормальном течении обычного физиологического послеродового периода. Что это такое? Этот период длится 42 дня, и он начинается от момента отделения последа до конца завершения всех изменений, которые были в организме женщины во время беременности. Что происходит в этот период? Матка. Матка сокращается и достигает своего нормального состояния, то есть небеременного, в течение 4 недель. Стенки влагалища. Они в течение 3 недель отечные, релаксированные, чувствительные, болезненные. То есть в течение 3 недель они приходят в свою норму. Шейка закрывается в течение первых 7-10 дней. Что же происходит у женщины? После отделения последа из организма удаляется внутренний слой, это децидуальная оболочка, сгустки крови. И таким образом у женщины появляется своеобразное выделение, которое называется лохи. Они длятся от 3, максимум до 5 дней. Потом происходит рубцевание слизистой, и выделение становится более скудное, и рубцевание происходит где-то в течение 7-10 суток эндометрия. Если же лохи, они должны без запаха быть, если, не дай бог, к лохи им присоединяется какой-то специфический запах, мы здесь уже говорим о присоединении инфекции. Это уже осложнение? Хорошо, тогда сразу же в догонку вопрос. В течение 40 или 2 дней могут быть какие-то болезненные ощущения, или все-таки боли, они нормальные в течение недели, полутора недель? Ну, когда сокращается матка, опять же, при ее уменьшении, или по каким-то другим причинам могут возникнуть боли? Боли во время послеродового восстановления? Да, боли, то есть я уже говорила о сокращении матки в течение 4 недель. Поэтому, скорее всего, то есть боли, связанные с сократительной деятельностью, они и могут достигать вот этих 4 недель. Сам период считается 6-8 недель, то есть это 42, но, соответственно, там 50 дней. Поэтому болевых ощущений уже через месяц женщина, в принципе, не должна чувствовать. А если что-то она наблюдает в своем теле, что это может быть, и нужно ли сразу бежать к врачу? Да, если она наблюдает схваткообразные боли, и не связано это с кишечником, а связано именно с маткой, и появляются неприятные выделения, например, через месяц из полых путей, которые уже должны, в принципе, уже потихонечку прекратиться, и к этому моменту присоединяется температура, то здесь мы должны заподозрить воспалительные изменения, которые происходят в области матки, так называемый эндометрит. А если говорить об инфекциях, как они себя проявляют? Тоже температура, тоже неприятный запах, те же выделения? Да, но инфекции после родов достаточно часто. По статистике это до 8%. И они могут проявляться не только, вот то, что мы говорили, эндометритом, они могут проявляться маститом, здесь нужно обязательно посмотреть молочные железы, они могут проявляться пилонефритом, воспаление почек, они могут проявляться циститом и, самая неприятная, пневмония. А как предотвратить, и, возможно, в силах ли женщины это сделать? Это от личной гиены зависит, или это от, может быть, условий в лечебном учреждении, от чего это зависит? Ну, вы сказали все причины практически, потому что, первое, это иммунный статус женщины. Второе, это наличие каких-то условно-патогенных микробов и количество их в организме женщины. Третье, это болезнь грязных рук, это называется появление маститов, то есть это действительно гигиена, мойте руки, то есть проветривайте помещение. И, ну, третье, если женщина долгое время пребывала в стационаре, то это может быть и внутрибольничная инфекция. Угу. Но как себе можно помочь? Вот вы говорили, упомянули иммунитет, женщине сразу после родов нужны витамины, а то все обычно как-то с беременностью больше ассоциируют, да, какую-то защиту себя, заботу о себе. А потом появляется ребенок, и совершенно не до этого. Как можно себе помочь? Ну, первый месяц это прежде всего забота окружающих, близких родственников. То есть женщина должна восстановиться, то есть я уже сказала 42 дня, поэтому в этот период она должна прежде всего выспаться. Она должна не участвовать в работе по дому, то есть при готовке еды. Она должна заниматься собой, отдыхом и кормлением ребенка. В этот период она должна действительно поддерживать строгую гигиену, а это гигиена и рук, и молочной железы, и наружных половых органов, то есть следить за этим. Помещение должно быть. То есть естественно, что не должны присутствовать люди, которые болеют, находятся с какими-то проявлениями катаральными, насморком помещения. И в принципе этого достаточно на первом этапе, чтобы уход надлежащий, помощь и понимание, поддержка женщины, я думаю, что в принципе даст возможность ей не заболеть. Но если вдруг роды прошли не так, как может быть планировалось или не так, как хотелось бы, были, например, разрывы, были швы, это могут быть швы и влагалища, и шейка матки, что при этом, какие нюансы нужно учитывать в постродовом периоде? Ну, обычно в стационаре все равно два раза в день обрабатываются швы, применяются антибактериальные методы или какие-то ДЭС-средства, то есть для обработки этих швов. То есть женщину выписывают с хорошими, в принципе, нормальными швами. То есть если необходимо, эти швы нужно снимать. Если швы, в принципе, внутрикожные, которые снимать не нужно, то есть они сами рассасываются. Самое главное, за ними правильно ухаживать. Это утром и вечером, после похода в туалет нужно обрабатывать эти швы. То есть то ли это будет раствор бетодина, то ли это будет раствор хлоргексидина. То есть это любые антисептики, определенный период. Дальше это просто санитарно-гигиенические мероприятия. Ну, а что по поводу того, как себя вести в плане того, что нельзя сидеть, нужно правильно вставать, это каким-то образом может повлиять на швы? Да, естественно, что когда говорят, что сидеть нельзя две недели, это значит действительно сидеть нельзя две недели. То есть дать возможность зажить после операционной раны. То есть подниматься, здесь таких ограничений нет. Единственное, что не носить тяжести. Но не носить тяжести нужно в течение всего периода. Это не менее даже двух месяцев, то есть рекомендуется. Потому что в организме женщины во время беременности накапливается такой гормон, как релаксин, который готовит родовые пути к родам. То есть он расслабляет и родовой канал, и мышцы, и связки. И он в течение 42 дней еще какое-то время продолжает быть в организме. Соответственно, естественно, все расслаблено. Если мы начинаем очень рано поднимать тяжести, ну естественно, что кроме ребенка другие тяжести, то все внутренние органы устремляются наружу. То есть они продавливают тазовое дно. Таким образом, если оно не защищено, то есть есть какие-то наследственные предрасположенности, или те же операции во время родов, они пролабируют это тазовое дно, и возникает пролапс или опущение внутренних и наружных половых органов. Мы об этом еще обязательно упомянем. У нас будет сюжет специальный по поводу диастаза и физических нагрузок в послеродовый период. Но, возвращаясь к швам, нередко встречала среди девушек, опять же, с кем сама лежала после родов, такое мнение, что это обязательно повлияет наличие швов и разрывов на дальнейшую жизнь, несексуальную, ну и в целом на ощущения девушки. Так ли это? Или все-таки все заживает, и все прекрасно? Или могут быть какие-то нюансы? Ну, могут быть две стороны медали. Значит, в норме, если сопоставляется правильно тазовое дно, это мышцы с мышцами, слизистая, слизистая кожа, с кожей, то, в принципе, никаких последствий после этих операций не бывает. То есть это правильное восстановление. Если же были какие-то нюансы, но связанные, например, с большой кровопотери или гематомами, то тогда, естественно, что могут быть нарушения в правильном сопоставлении ткани. То есть это достаточно редкие случаи, но, к сожалению, они такие бывают. Вот в этой ситуации могут быть осложнения, о которых я говорила, в виде деформации промежности, в виде нарушений в будущем последствия сексуальной жизни, вообще невозможности половой жизни. Это такое состояние, как диспариония, болезнь из полового акта. Это может быть нарушение состояния слизистой, она может быть сухой, быстро травмироваться, ну и так далее. А чтобы этого не было, что нужно делать? Ну, посмотреть, чтобы гинеколог посмотрел после 42 дней или хотя бы двух месяцев, чтобы женщина обязательно прошла осмотр гинеколога, посмотрела свой родовой путь. Вот, кстати, по поводу осмотров, учитывая, что у молодых мам времени на себя остается, вообще не остается, скажем так, ну вот, допустим, она выписалась из больницы, она пришла к гинекологу для того, чтобы получить там важные справки спустя там неделю, к примеру, и все. И потом, совсем не до этого, как часто нужно показываться гинекологу вот после этого первичного приема, мы говорим про вторичный и так далее. Ну, лично я всегда рекомендую появляться через два месяца после родов. Вот когда уже прошел процесс, вот то, что мы говорили, физиологического восстановления, то есть и тогда будут видны все проблемы, будут видны на лицо. То есть нужно будет посмотреть, сделать осмотр наружный, то есть посмотреть женщину в зеркалах и обязательно сделать УЗИ. И тогда мы можем дальше судить, как будет развиваться ее в дальнейшем жизни. Есть ли какие-то нюансы восстановления после кесарево сечения? Нет, после кесарево тот же период послеродовый, как и после обычных родов, 42 дня. Единственное, что нюансы после кесарево сечения, это связано с операцией. И, естественно, заниматься, например, спортом, активным образом жизни, можно не раньше, чем через два месяца после кесарево сечения. Очень часто отмечают, например, нечувствительность в области швов после кесарево сечения. Так нужно тоже понимать, что эти проблемы, они сами собой восстанавливаются через шесть месяцев. То есть не нужно бояться, что вы потеряли чувствительность, она восстановится. Вот, кстати, об этом был один из вопросов от наших зрителей. Присылайте их еще. www.sobakatutby.com На все вопросы подробно мы ответим в конце программы. А сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который подробно рассказывает о том, какими физическими нагрузками и когда можно заниматься после родов. Сколько должно пройти месяцев? Что такое диастаз? Когда нужно хирургическое вмешательство, если вдруг у вас расхождение прямых мышц живота? В общем, все подробности прямо сейчас. Вряд ли найдется женщина, которая после родов не хотела бы как можно быстрее вернуться к добеременной форме или даже ее улучшить. Но в погоне за тонкой талией легко навредить своему здоровью. Особенно если приступать к тренировкам раньше времени. Это может проявиться не сразу, но через некоторое время, иногда даже через несколько лет. Недержание мочи, выпадение ануса, геморрой и другие не очень приятные вещи. Поэтому все-таки, если и идти в спортзал, то только после консультации врача. Первое, чем может помочь молодая мама своему телу, не мешать природе и постепенному восстановлению организма. Через две недели после родов можно воспользоваться опытом предков и выполнить у специалистов так называемое послеродовое пеленание. А растянутые мышцы живота поддерживать подвязыванием. Нужно научиться активизировать поперечную мышцу живота. И мы начинаем делать вдох и на выдохе попытаемся толкнуться мышцами, которые у нас находятся под пальцами, вот в этих вот ямках. То есть мы напрягаем мышцы, которые находятся у нас сейчас там, где находятся пальцы. И для того, чтобы почувствовать, где у вас находятся мышцы тазового дна, просто покашлять для начала. То есть я кашляю, ощущаю мышцы, которые толкаются в подушку. Они находятся примерно вот на этом уровне. На вдохе расслабить мышцы тазового дна. На выдохе их напрячь, активизировать и подтянуть вверх к пупку. Спустя 2-3 месяца после консультации с гинекологом можно отправляться в спортзал. Не стоит волноваться о возможных последствиях усиленных тренировок для грудного вскармливания. Особенно то, что касается так называемой молочной кислоты, которая может попасть в молоко, испортить его вкус или каким-то другим способом навредить ребенку. На самом деле молочная кислота никак не попадает в грудное молоко. То есть это результат распада глюкозы в мышцах и она уходит очень быстро. Если через полгода после родов при правильном питании и достаточной физической активности лишний вес не уходит, самое время сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. А если килограммы тают, а беременный животик остается, пора проверить себя на наличии диастаза прямых мышц живота. Сделать вывод о том, сформировался устойчивый диастаз прямых мышц живота или не сформировался после беременности, можно по истечении примерно года с момента успешных родов. Образуется выпячивание в верхней части живота, в средней части живота, вокруг пупка, в области пупка. То есть это всегда заметно. И именно вот эта деформация при физической нагрузке чаще всего приводит пациенток в кабинет к хирургу. Убрать дряблую кожу, вернуть на место пупок и избавиться от диастаза в наше время можно благодаря абдоминопластике. Порой эта операция необходима не только ради восстановления эстетики, но и для сохранения здоровья. То есть если есть грыжа белой линии живота, если есть пупочная грыжа, то это прямое показание хирургической коррекции. Если нет ни пупочной грыжи, ни грыж белой линии живота, то эстетический какой-то момент, который может подвигнуть пациентку к хирургической коррекции этой проблемы. То есть непосредственно медицинских показаний к исправлению этой ситуации нет. Как и у любой другой операции, у абдоминопластики есть противопоказания. Поэтому не каждой женщине подходит данный метод избавления от диастаза прямых мышц живота. Но держать расхождение под контролем можно и без хирургического вмешательства. Главное – не забывать об умеренных физических нагрузках и правильном питании. Это проект «Женское здоровье». Продолжаем говорить о послеродовом восстановлении. Только что вы посмотрели сюжет о диастазе, о похудении. Ну и, конечно, напомню, что в студии рядом со мной находится опытный врач-гинеколог. Все вопросы, если у вас есть, присылайте. Спрошу, конечно, и я. Похудение. Начнем с этого. Мельком об этом было в сюжете. Должна ли женщина обязательно сбрасывать вес? Ну, в смысле, это должно происходить само по себе. Так природа и заложена. Видела немало девушек, которые, наоборот, резко начинают. Вроде всю беременность ходили худышками. И тут раз – и резко пошел вес. Как оно должно быть правильно? Так. Начнем с правильного. То есть в прошлой передаче мы рассказывали о таком критерии, как индекс массы тела. Если женщина до беременности у нее был индекс массы тела соответствующей нормы, а это от 19,6 до 26, это нормальный вес, то она должна прибавить за всю беременность 13,2 кг. Это сюда входит и околоплодные воды, и объем циркулирующей жидкости, и послед, и ребеночек. И это после родов, естественно, что происходит нормальное физиологическое восстановление ее веса первоначально. Если у нас имелся дефицит массы тела, то есть женщина изначально была очень худенькая, и индекс массы тела был меньше, чем 19,6, то есть дефицит массы тела, она должна прибавить 15,2 кг. Но если у нас было ожирение, это индекс массы тела больше 26, она должна прибавить всего лишь 9,1 кг. И вот от этих, будем говорить, норм, конечно, там плюс-минус, мы можем отталкиваться. То есть в принципе ничего делать, то есть никаких диет, если ты набрал вот это количество веса, не нужно ничего делать. Но сколько нужно ждать? Как долго должен этот вес уходить в норме? То есть в норме в течение двух месяцев он должен потихонечку уходить. Но если осталось небольшое количество, 4-5 кг лишнего веса, и женщина кормит, тоже на это нужно спокойно отнестись. То есть за счет гормона пролактина может происходить задержка жидкости и немножко увеличение массы тела. После кормления и с момента восстановления менструального цикла регулярного, то есть с хорошей нормальной овуляцией, этот вес сам по себе уйдет. Но если он прибавляется очень быстро во время кормления, здесь нужно, наверное, уже думать о каких-то эндокринологических проблемах. Может, инсулино-резистентности или гипотириозе и так далее. И с этими проблемами нужно идти сначала к гинекологу или сразу можно идти к эндокринологу? Нет, я думаю, что, наверное, правильно показаться гинекологу и потом уже принять решение, куда дальше идти. Но наверняка найдутся и среди наших зрительниц те девушки, которые хотят похудеть быстро, прийти в форму не через два, а через месяц, а то и через пару недель, садятся на диеты даже при грудном вскармливании. В этом отношении чем можно себе навредить? Как можно себе навредить? Если садиться на строгие диеты и знать, что во время кормления идет очень сильное потребление белков, жиров, углеводов, а также кальций, микроэлементов, из-за того, что все это поступает в грудное молоко, то, естественно, у самой женщины будет дефицит всех этих элементов. То есть ребенок получит свое, а женщина останется ни с чем. И это будет проявляться ломкими ногтями, выпадением волос, крошающимися зубами. То есть неприглядным внешним видом. То есть поэтому нужно, наверное, все-таки выбирать из двух зол меньше. То есть если все-таки ты кормишь ребенка грудью, то нужно думать о том, чтобы кормить ребенка грудью. Хорошо, с диетами разобрались. А как насчет физических нагрузок? Мы говорили с разными специалистами в сюжете. И кто-то говорил о том, что первые пару недель лучше ничего не делать. Кто-то говорил о том, что лучше ждать до полугода. А что скажет опытный врач-гинеколог? Ну, я лично рекомендую, что все физические упражнения можно начинать через два месяца. То есть это уже полноценно прошел нормальный послеродовый период. Восстановились внутренние органы. И можно давать нагрузку на те же прямые мышцы, поперечные мышцы живота, на тазовое дно. Ну, в этом отношении не могу не привести личный пример. Мне дали методичку прямо в роддоме. Выполняет такие вот упражнения, потому что у тебя была многоплодная беременность, и тебе нужно побыстрее восстанавливать живот. Как это вот что-то не сочетается? Получается, что как бы и нельзя физическую активность или какую-то можно? Физическую активность... Конкретные упражнения, поднятие таза, поднятие ног и так далее. Да. Если это упражнение связано с такими упражнениями, как кегеля, то есть направлено на укрепление мышц тазового дна, эти упражнения может выполнять любая женщина даже, наверное, и через месяц после родов. Если же упражнения связаны на мышцы живота или с поднятием какие-то силовые нагрузки, то есть тяжести, я думаю, что их стоит выполнять, конечно, не раньше, чем через два месяца. Это чревато тем, что мышцы не восстановлены внутренние органы, они восстановлены... Вот именно вот в эти периоды может усугубляться такая проблема, как диастаз прямых мышц живота. А если говорить об упражнении кегеля, правда ли оно такое целебное и всем помогает, и прямо оно обязательно всем роженицам для восстановления сексуальной жизни или нет? Ну, поскольку я уже рассказывала, что восстановление самого влагалечной мышц тазового дна происходит не раньше, чем через три недели, то есть снимается релаксирующее такое действие гормона релактина, то, в принципе, если мышцы тазового дна в норме, то есть не произошло их травмирование, каких-то дегенеративных или дистрофических, это будем говорить, истончений этих мышц, то даже их не выполняя, эти упражнения, все придет в свою норму. Но эти упражнения, конечно, помогут просто укрепить и провести профилактику на будущее таких серьезных осложнений, как стрессовое недержание мочи, или выпадение или опущение стенок влагалища, или опущение матки, то тогда эти упражнения действительно целесообразны. Плюс эти упражнения помогают развить мышцы влагалища, и что может помочь в половой жизни, в сексуальной жизни. Помочь в смысле? Делать ее лучше, чем до родов? Да, да. Ого! Делайте упражнения Кегеля, если для вас это актуально. По поводу сексуальной жизни, раз уже заговорили, вы говорили до этого о болезненных ощущениях, которые возможны. Норма ли это? Как долго эта норма? Что делать? Что не делать? Угу. Поскольку сексуальной жизнью можно начинать жить только через два месяца, когда идет процесс все полностью восстановления, после осмотра гинеколога, то гинеколог должен констатировать такие факты. То слизистое влагалище нормальное, то есть нет повреждений, нет каких-то грануляций после швов, нет деформации. Слизистая, в принципе, после родов, во время кормления, она не стандартная, то есть она истончена, она менее увлажнена. То есть это может нарушать нормальную половую жизнь. Поэтому, конечно, обязательно прийти к гинекологу и поговорить с ней о дальнейшей сексуальной жизни. Угу. Хорошо. Мы обязательно еще упомянем вопрос контрацепции и дальнейшего планирования новых беременностей. Сейчас предлагаю поговорить о немаловажной стороне постродового восстановления, о такой вещи, как депрессия, о такой проблеме, как депрессия. Это явление встречается довольно часто в разных проявлениях, но, собственно, об этом лучше расскажут наши героини и эксперты. Обострилось все. Обострилось вот этот перфекционизм, обострилась неуверенность в себе, фантазийность, что я все могу, что я все буду успевать, что я все сама. Очень много обострилось обид. Классической послеродовой депрессии подвержены от 10 до 15% всех молодых матерей. Ее проявления и длительность могут различаться, однако определить ее наличие в силах и окружающее. О психологических проблемах у женщины может говорить не только ее поведение, но и специфическое выражение лица. Либо оно очень малоэмоциональное, такое вот маска усталости, либо она вдруг вспыхивает, она очень раздражительная. Но если это постоянно, все время, длительно, если женщина потом засиживается очень долго и не спит, если женщина начинает худеть, и это как-то нефизиологично, самое главное, вот не по женщине, а по времени. Если у женщины нет времени на себя, или это только сходить к врачу в магазин на анализы, скорее всего, у нее будет депрессия. Причины, приводящие к развитию послеродовой депрессии, могут быть разными. Генетические факторы, психологические проблемы до беременности, низкий социальный статус, трудности в семье и наличие других стрессов. Но порой это состояние может развиваться и на фоне конкретных гормональных нарушений. Что такое послеродовый тироидит? То есть идет снижение функции щитовидной железы, гормонов щитовидной железы становится мало, и на этом фоне депрессия может себя проявить. То есть вроде ты получил то, что ты хотел, ты ждал его, ты вот видишь, но вот что-то ты чувствуешь в себе не так. Ну, наверное, тогда имеет смысл обратиться к гинекологу, гинеколог уже направит вас в дальнейшем, ну, или прийти на прием к эндокринологу. Задуматься о консультации специалиста женщине стоит уже после двух недель постоянно сниженного настроения, отсутствия интереса к происходящему вокруг и повышенной утомляемости. А если к этим симптомам добавляются и другие, без психотерапии не обойтись. Боюсь что-то сделать страшное ребенку, боюсь не справиться, боюсь, что он перестанет дышать, боюсь, что я, ну, вывалится куда-нибудь. Ну, не так все мамы боятся, но это прям навязчивые страхи, и невозможно от этого отделаться. Время идти уже даже давно. Если это какие-то фантазии о том, чтобы сделать что-то с ребенком плохое, ну, принести ему вред, ну, как выражение всей этой замученности, усталости и депрессии. Время идти к психотерапевту, и уже давно. Ну, и какое-то, наверное, неприходящее чувство вот этой давящей вины, оно не пишется как основной симптом, но оно обычно сопутствует. Вот если это вас совсем замучило, и вы кругом виноваты, и вообще никчемная мать всегда, то вам уже давно порой идти к психотерапевту. Конечно, в первую очередь на помощь молодой маме должны прийти близкие. Восстановить психическое равновесие порой помогают обычный разговор и искренняя поддержка. Очень ранит осуждение. Опять у тебя что-то случилось? Опять ты недовольная? Никому не кайфово быть в депрессии. Принимайте человека, и тогда он выдохнет, расслабится, и, возможно, что-то вам расскажет. И вы сблизитесь, и человеку, которому плохо, станет легче. Универсального метода избавления от послеродовой депрессии нет. Терапия помогает устранить ее симптомы через 3-6 месяцев. Но порой лечение может растянуться и на годы. Поэтому особенно важна проработка страхов и обид самой женщиной. Кстати говоря, очень фраза мне понравилась Евгении Точицкой, одного из экспертов, врача-психотерапевта, который только что прозвучал это мнение в нашем сюжете, что у женщины точно депрессия, если у нее нет времени на себя. О том, как важно это время в послеродовой период для себя найти, и как заняться своим здоровьем, мы продолжаем говорить в проекте «Женское здоровье». Напомню, рядом со мной находится опытный врач-гинеколог Наталья Мороз. Вот прилетел к нам вопрос. До сюжета мы говорили как раз о восстановлении и сексуальной жизни в том числе. Ольга спрашивает, говорит, что невозможно сексуальная жизнь из-за того, что были сильные разрывы, и как-то там все не так заживает. Что делать в этом отношении? Есть ли какая-то, может быть, пластика дополнительная? Или это можно восстановить своими силами? Да. Очень спасибо большое за вопрос. То есть я хочу отметить, что после осмотра гинеколога, который проводится через два месяца, и начала половой жизни, то есть женщина приходит очень часто с такими жалобами, что невозможно жить половой жизнью. Если хожу в бассейн, вытекает вода. Ощущение такое, что ходит воздух туда-сюда. То есть вот эти симптомы говорят о том, что тазовое дно несостоятельно, то есть мышечно-фасциальный комплекс, который удерживает тазовое дно в правильном состоянии, он нарушен. Здесь уже, конечно, упражнению Кегеля, которые относятся к консервативным методам, и, например, тем же вагинальным конусом, который сейчас очень сильно рекламируется, мы, конечно, это будет недостаточно. Поэтому существует на сегодняшний момент замечательная такая мини-инвазивная операция, которая называется малоинвазивная перенеопластика. Она заключается в соединении мышц, которые нарушены во время родов, с помощью специальных нитей. И, естественно, здесь восстанавливаются не только функции, но и эстетические моменты. После этой операции можно через 3-4 недели уже жить нормальной половой жизнью и, конечно, качество жизни женщины значительно становится лучше. Это травматичная операция, период восстановления? Вы говорите, 3 недели. Все эти 3 недели есть какие-то боли или уже прямо на следующий день летаешь, и все хорошо? Да, после этой операции очень быстро проходит восстановительный период, поэтому она называется мини-инвазивная, малоинвазивная. То есть она делается через небольшие только отверстия на коже промежности. И восстановительный период практически, ну, максимум длится 5-6 дней, когда могут быть неприятные болевые ощущения в области промежности. Женщине разрешается сидеть после операции, то есть заниматься своими домашними делами. Поэтому, в принципе, приходите на осмотр к врачу для того, чтобы правильно поставить и вовремя диагноз. И долетел еще вопрос от Дарьи по поводу груди. Мы вот как-то этот момент еще не проговорили. Конечно, времени осталось совсем чуть-чуть. Хотелось бы рассмотреть еще многие вопросы. Но, тем не менее, вот грудь женщины после родов, мы говорим о кормящих матерях и не кормящих по разным причинам. Зачем нужно следить и когда нужно идти к врачу? Наверное, вот это самое главное проговорим. Мы не говорили в нормальном физиологическом послеродовом периоде, не рассказывали, что сначала действия гормона пролактина, который именно способствует лактации, происходит следующее изменение. То есть первые трое суток из груди выделяется молозивая. То есть это самый полезный продукт для ребеночка. Потом начинает вырабатываться молоко. В период всего вот этого длительного периода кормления у женщины отсутствуют месячные. Но очень интересно, что через 10 недель могут восстанавливаться овуляции у женщины. А через 12 недель, если женщина вдруг прекратила кормить, могут пойти месячные. И бывают случаи, когда овуляция восстановилась, это через 3 примерно месяца, и женщина кормит. Это редкий случай, но они бывают, что она может забеременеть. Поэтому контрацепцию именно стоит начинать через, например, с 3 месяцев после родов. Вне зависимости от того, кормишь ты грузью или нет. А если говорить о контрацепции, то какая это контрацепция, оральные контрацептивы, или это все-таки барьерный какой-то способ? Если женщина не менструирует, то, конечно, в данной ситуации лучше применять такие таблетки, как называются мини-пили, состоящие из чистых гистогенов. У нас такой препарат – это локтинет. В России существует еще чирозета. Эти препараты, состоящие из гистогенов, принимаются в непрерывном режиме. Они не мешают кормлению, то есть не снижают уровень паралактина и стойко вызывают контрацепцию. Если женщине начался нормальный менструальный цикл, и она заканчивает свой процесс кормления, то, конечно, нужно предложить женщине при здоровой шеке – это введение внутриматочных контрацептивов. И также здесь можно применять уже обычные оральные контрацептивы, монофазные. Ну и тогда вопрос, как долго предохраняться? В смысле, когда можно планировать будущую беременность, если у женщины, в ее семье есть такое желание? После кесарева когда и после естественных родов когда? После естественных родов можно планировать через год уже. То есть все зависит от поддержки, от сил самой женщины, от здоровья. То есть после кесарева сечения рекомендуется не раньше, чем через два года. А чем чревато, если раньше? У женщины может не восстановиться послеоперационный рубец. То есть может быть несостоятельность этого рубца на матке. Естественно, что это может вызвать разрыв матки. У нас был вопрос вот как раз по этому поводу. А вообще возможны ли естественные роды после кесарева, если говорить о планировании будущих беременностей? Конечно, возможны роды. И сейчас это достаточно нередко, когда роды после кесарева сечения. Все зависит от того, от состояния послеоперационного рубца, именно на матке. Но это все будет видно в конце беременности. То есть оценивается состоятельность рубца. Если рубец по ультразвуковой диагностике состоятельный, то таким женщинам будет предложено рожать самостоятельно, через естественные родовые пути. Ну что ж, переходим к вашим вопросам. Спасибо всем, кто их присылал. Первый вопрос. 25 лет мне поставила спираль с серебром. После рождения сына прошло полтора года. Срок эксплуатации указан на упаковке 7 лет. Скажите, насколько долго можно не удалять ее, чтобы не причинять вред здоровью? Видимо, девушка не хотела бы ее удалять. Из моего опыта метод контрацепции спирали – это поддержание небольшого воспаления внутри матки. Только из-за этого не происходит процесс имплантации. То есть если она не сдвигается, то, естественно, имплантации не происходит. Срок ее действия, хотя написано на коробке упаковки 7 лет, но лучше, чтобы он не превышал 5 лет. Иначе, в принципе, присоединяется здесь инфекция, начинаются воспалительные процессы. Поэтому лучше ее через 5 лет извлечь, произвести санацию, обследоваться. Ну, если этот метод контрацепции ее устраивает, можно заново поставить через несколько месяцев. Спасибо. Когда можно полноценно начать заниматься спортом, чтобы вернуть форму? Ну, об этом мы уже довольно подробно поговорили, и сюжет даже показали. Как часто нужно будет посещать гинеколога? Достаточно ли раз в полгода? Достаточно. То есть гинеколога, если нет никаких проблем, можно посещать, в принципе, раз в год. Чем моложе женщина, тем быстрее вернется в форму после родов. Вот такое есть мнение у нас на форуме. Это правда? Ну, я думаю, что, конечно, это быстрее, потому что обменный процесс у молодой женщины проходит более активно, чем у женщин, например, после 35 лет. Но, в принципе, если генетически такая женщина достаточно стройная, то прийти в форму ей не представляет труда. Интересует насущный, думаю, для многих вопрос, сколько времени нужно подождать после кесарево сечения, прежде чем начать интенсивные силовые нагрузки, чтобы это никак не отразилось на грудном вскармливании. Мы уже, конечно, отвечали на этот вопрос. Нечего добавить, наверное. Так, ну, опять же, тут физические нагрузки, прессы, плавание. Вот интересный вопрос. Мы его не затрагивали. Можно ли в первые дни после операции одевать послеоперационный бандаж? Вот что вы думаете по поводу корсетов, бандажей? Потому как специалисты вот в нашем сюжете о диастазе говорили о том, что это не очень хорошо, то есть лучше использовать подвязывание, потому как из-за корсета происходит опущение органов, они неправильным образом распределяются, но вы, как врач, мне кажется, лучше это расскажете, чем я. Ну, если прибегать к истории, то в Древней Руси прибегали к пеленанию. И, например, в восточных странах или странах Азии используют такие слинги, то есть действительно пеленание, то есть не корсеты, а просто стягивание органов малого таза. То есть я думаю, что это более щадяще бережная процедура, чем корсет. Мне не нравится корсет, потому что может происходить нарушение, как говорится, ишемия внутренних органов, то есть нарушение кровоснабжения. Поэтому бережное пеленание или подвязывание – это более естественно. Может ли пройти сам со временем диастаз мышц живота первой степени? Можно ли скорректировать это упражнением? Какие наиболее эффективны? Вот, кстати, тут еще вдогонку был не только от Елены, которая задала этот вопрос, но еще и от других наших зрителей, что не верят в эффективность упражнения, и что диастаз, он так вот просто не уйдет. Что вы можете об этом сказать, как специалист? Нет. Диастаз, конечно, сам по себе не уйдет, потому что если разошлись мышцы, то в принципе просто можно с этим жить и не дать дальше ему развиваться, то есть не давать. Для этого нужно держать вес в определенном постоянстве, константе, то есть и выполнять упражнения на мышцы пресса. То есть это могут быть и спортзал, и в домашних условиях, когда есть маленький ребеночек, и приседания, и поднятие ног, и поднятие таза. То есть в принципе это достаточно для того, чтобы просто дальше процесс не пошел. Если же прибавляется масса тела, и вы не делаете никакие упражнения, это может усугубить ситуацию, и естественно диастаз этот будет продолжать развиваться. Ну вот продолжая эту тему, Жанна еще спрашивает, у нее двое детей, и после вторых родов усугубилась ситуация, живот теперь большой, первый раз как-то более или менее оно быстро все восстановилось, плюс еще лишний вес, и вот она, естественно, из-за этого не очень хорошо себя чувствует, в смысле ей не нравится отражение в зеркале, это влияет на настроение, тут уже и пострадавая депрессия, в общем, все вместе. И она спрашивает, а нужно ли начинать с гинеколога, или можно идти сразу на операцию, или нужно делать упражнения. Вот порядок, да, вот есть ли какой-то алгоритм, с чего лучше начать, если вот вы смотрите в зеркало, и вы понимаете, у меня большой живот, мне это не нравится, у меня лишний вес, я как-то хочу потихонечку восстанавливаться? Спасибо за вопрос. Естественно, что если общая масса тела, в принципе, в норме, а только свисает живот, то есть он перерастянутый, именно кожа перерастянутая, и нету на нем отложения жира, то, естественно, здесь помочь может только пластический хирург. К нашему моменту в арсенале имеется так называемая операция абдоминопластика, где происходит реконструкция, не только соединяются мышцы, вот убирается диастаз, но убирается излишки кожи. Если же это лишний вес, то есть по всему телу, не только в области живота, я думаю, что правильнее пойти к гинекологу или эндокринологу и определиться, в чем проблема, то есть и начать, наверное, с уменьшения этого лишнего веса. Может быть, и живот, и общие жировые отложения, они уйдут, и не нужно будет прибегать к пластической хирургии. Если же после снижения веса останется обвисший живот, то, конечно, стоит тогда прибегнуть к пластической хирургии. Спасибо. Еще один вопрос. После родов 10 месяцев не было менструации. Когда появилось, то кроме обычных 5-6 дней появились довольно продолжительные кровенистые выделения или небольшие еще дополнительно. Является ли это поводом для беспокойства, можно ли это предотвратить? Тут, наверное, в целом о каких-то нарушениях поговорим. Спасибо за вопрос. По поводу нарушений. То есть у женщины через 10 недель, я уже говорила, может восстанавливаться первые появляться овуляции, а через 12 недель может восстановиться менструальный цикл. Первые месячные проходят чаще всего ановуляторно. Они могут быть ацикличны, то есть приходить через разные промежутки времени. И это считается вариант нормы. Но это может продолжаться, но в среднем от 3 до 6 месяцев. Потом месячные должны стать регулярные. То есть либо как до родов, либо они имеют свой определенный промежуток времени. Если появляются ациклические, то есть выделения, которые не связаны с месячными, стоит обратиться к гинекологу. Это может быть симптомом как разрастания слизистой или гиперплазии эндометрии, или может быть симптомом эндометриоза, или симптомом полипоэндометрии. Еще один вопрос от Александра. У нас немного вопросов от мужчин. Он интересуется своей женой, которая родила летом третьего ребенка, и после кесарево сечения, о чем мы говорили, у нее потерялась чувствительность той части тела, которая прилегает к шву. Мы говорили про то, что на восстановление нужно полгода. А вот если этого не происходит, и какие еще другие могут быть неврологические нарушения? Хорошо, спасибо большое за вопрос. В принципе, эти изменения пройдут через полгода, потому что происходит, в гистологии называется неогенез, то есть когда появляются новые нервные окончания. То есть им нужно время, чтобы вырасти. Поэтому и процесс этот затягивается достаточно долго, только полгода. Кстати, из таких неврологических нарушений бывает, когда головка длительно стоит в малом тазу, она сдавливает крестцовое сплетение. И иногда женщины тянут ногу, то есть появляется свисающая нога. То есть и тоже бояться этого не стоит. Через 3-4 месяца этот процесс вернется на свои круги. То есть все восстановится. И еще один вопрос касаемо восстановления после внешних и внутренних швов. Мы вскользь об этом говорили. Вот девушка пишет, что на внутренних образовались грануляции. Скоро ребенку год грануляции остались. Она сама прервала лечение, хотя ей гинеколог назначал прикладывать мазь. Можно ли каким-то хирургическим путем удалить эти грануляции? Где это сделать? Или как это сделать? Вообще. Спасибо большое за вопрос. По поводу грануляции. Грануляция – это воспалительное разрастание слизистой, связанное с тем, что происходило травматизация шумным материалом. Первый этап лечения – это противовоспалительное. Но если эти грануляции не уходят, а они чаще всего не уходят, потому что это разрастание ткани, их нужно удалить. Это, в принципе, несложная операция, которая выполняется с использованием радиоволны. Такой есть аппарат сургитрон или лазера. И все. И жизнь наладилась. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы и в целом смогли объять такую, на самом деле, очень большую и необъятную тему, как послеродовое восстановление. Большое спасибо. Напомню, в этой студии об этом важном вопросе со мной беседовала опытный врач-гинеколог Наталья Мороз. Надеемся увидеть вас в качестве зрителей и на следующей нашей программе. Следите за анонсами на портале Тутбай. Ближе к концу недели появится этот выпуск в записи. Будем надеяться, что вы поделитесь им с теми подругами, близкими и родными, для кого это актуально, те вопросы, которые мы обсуждали. Здоровья вам и доброго дня. Спасибо большое всем. Вам крепкого-крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok